Несмотря на то, что небесная канцелярия продолжает преподносить сюрпризы в виде новых осадков, снег, покрывший Уваровские улицы дворы, медленно, но верно сдает свои позиции. Во время объезда главы все городские дорожные артерии, маршруты транспорта, основные тротуары, территории учреждений и дворы многоэтажек были расчищены. Но коммунальщики по-прежнему работают в усиленном режиме. Ведь устранить последствия обильного снегопада, когда за несколько дней на прошлой неделе выпала месячная норма снега, в короткий срок не представляется возможным. На это отводится несколько дней. На момент рейда упор был сделан на вывозе снега и более тщательной уборке общественных пространств. Также дорожниками устраняются недочеты по расчистке отдаленных улиц частного сектора, которые были допущены на первом этапе проведения работ. Все сигналы от жителей о том, где необходимо исправить ситуацию, учтены. Выполнение данных поручений глава Уварова Владислав Денисов проверил лично. Итоги выездного совещания были подведены уже в администрации города. Наша задача сегодня, как я вижу и своим коллегам об этом неоднократно говорю, это консолидировать и систематизировать работу всех структур и всех систем, которые существуют на территории города. Хочу отметить, что действительно снега было много. И здесь хочу благодарить ряд структур, которые работали день и ночь. Мы знаем, что и выходили в 3-4 утра, и когда был самый массовый снегопад, все структуры выполняли свои обязанности. И по результатам сегодняшнего объезда мы видим, что основные центральные улицы, центральные тротуары, центральные территории, учреждения крупных, которые посещают наши горожане, они расчищены. Есть проблемы, мы для этого здесь и собрались, для того, чтобы обсудить их с целью систематизации работы и выделения приоритетов, что чисто в первую очередь, что в вторую очередь, что в третью. Так одним из пунктов объезда главы стала улица Курганская. Во время недавнего онлайн-приема городоначальнику поступило несколько обращений от жителей о том, что часть улицы оказалась недоступной для проезда транспорта. Я не понимаю, когда расчистили, осталось 2 метра, он разворачивается и уезжает. 2 метра. Или вот он едет, ему чуть рулем сдвинуть, почистить. Это же нужно. Вот еще не понимаете. И потом звонят нам, мы звоним вам, люди недовольны, вам посылают трактор. И опять-таки он подъезжает к этому кусочку, зачищает и уезжает. То есть, представляете, трактор на вес золота, а он едет куда? Побывав на месте, Владислав Денисов убедился, что ситуация исправлена. В то же время градоначальник призвал уделять большее внимание улицам частного сектора, оперативно реагируя на обращения жителей и при этом выстраивая приоритеты. Также повышенного внимания требуют подъезда к контейнерным площадкам для своевременного вывоза мусора. Коммунальщики и специалисты профильного отдела администрации заверили, что все сделанные замечания будут учтены. Все те замечания, которые мы сейчас убедили, они вполне объективны. Также хочу доложить о том, что начиная с этого отдела, наш отдел перешел на ручной режим работы с нашим подрядчиком. То есть, мы сейчас, наш кабинет оснащен в ЛАНАССом. Мы имеем возможность посмотреть, где работает техника, где прочищаются улицы. Мы имеем напрямую связь с мастером и с руководителем. Также уже сейчас хочу доложить о том, что у нас есть информация, по каким улицам какая техника должна работать. И сегодня, я надеюсь, отметить, что работа начала налаживаться. Поэтому мы будем продолжать в том же режиме работать. Качество расчистки сейчас в удовлетворительном состоянии нам необходимо проработать вопрос действительно приоритетности тех или иных территорий. Над этим мы тоже будем работать. На особом контроле у руководства города и расчистка тротуаров, на ряде из которых в ходе выездного совещания были выявлены недочеты. С тротуарами возникает проблема. Когда часть тротуаров не очищается, здесь проходит очень большое количество людей. Сегодня мы это посмотрели. Это по переволку безымянным мы выявили нарушение. Это посмотрели недочистку тротуаров. По улице Рахманинова также были жалобы со стороны горожан. Ну и ряд тротуаров, где либо это узко почищено, либо почищено некачественно, что приводит к определенным последствиям. Глава города дал поручение коммунальным службам в кратчайший срок исправить ситуацию по каждому проблемному участку. Непростая ситуация складывается и в районе рынка второго микрорайона. Помимо того, что уборке снега мешает постоянно припаркованный транспорт, нарекания вызывают и складируемые предпринимателями при расчистке своих павильонов снег. Глава поручил специалистам профильных отделов администрации скоординировать работу по уборке данной и подобных территорий. При необходимости, применяя меры административного реагирования, за несвоевременную расчистку. Здесь мы должны с вами наладить совместную работу. Я это еще раз подчеркиваю. Совместную работу всех нас. Дорожная служба, служба городского хозяйства, которая все там участвует в расчистке, предпринимательского сообщества, которые не нагребали там эти кучи и, соответственно, не нарушали не только эстетический вид, но и способность горожанам проходить. И, соответственно, работа с ГИБДД. Потому что не секрет, что проблема очистки этих территорий, в том числе в первом микроэнергии, около дома 24, площадь около Магнита, когда водители ставят машину и не позволяют очистить. Вот здесь мы должны выработать систему. У нас для этого была. Я от вас сейчас жду предложений. Вплоть до того, что ГИБДД не только нам помогает в этом плане, ну и мы там ставим какие-нибудь ограждающие конструкции, которые не позволяют собственнику автомобиля поставить на это место. В рамках совещания в связи с вновь ожидающимся ухудшением погодных условий градоначальник в очередной раз проконтролировал готовность коммунальщиков к работе в сложных условиях. Как организован контроль за работой? Сейчас будет снегопад. Как будет организован контроль? Мастеров тоже разбили на свои участки. Каждый мастер закреплен за своим участком. Мастер производит контроль. У него свой механизатор. Делает тут, тут выполняет тот объем работ. Мастер за ним смотрит в волонась и потом проезжает, просматривает качество работы выполненных. На строительное взаимодействие с отделом ЖКХ. Работаем в тесном сотрудничестве. Проверяем, выявляем. Для своих механизаторов тоже ставим приоритеты. Какие в каком направлении двигаться, как работать. Чтобы не было таких случаев, какие у нас случаются. Глава города также поставил задачу оперативно вывозить находящиеся вдоль трасс снежной кучи для освобождения видимости проезда. На особый контроль Владислав Денисов поручил взять проблемные моменты, которые выявились во время последнего снегопада. Ирина Пивоварова, Виктор Викторов, НашГорд.